Вчера был атакован порт Измаил, просто для тех, кто не в курсе немножко географии, но при слове «порт» возникает что-то на берегу моря, порт Измаил на реке, находится на Дунае, он немножко в глубине материка, был атакован, в него по зерновой сделке заходили сухогрузы, и туда прилетело, и даже был нанесён существенный ущерб. Что можно сказать по этой ситуации? Ну, прежде всего, нужно сказать, что там было ещё повреждено или уничтожено 40 тысяч тонн зерна, помимо всего прочего, помимо разрушения портовых сооружений. В общем, к сожалению, тут можно сказать, что ничего нового в этой истории нет. Начиная с того момента, когда Россия вышла из зерновой сделки, по-моему, 17 июля, если я не ошибаюсь, российские ракеты, в том числе и запускаемые из Крыма противокорабельные ракеты «Оникс», которые очень трудно перехватить, начали систематически уничтожать портовые сооружения в Одессе и некоторых других портах Украины. И вот теперь добрались до Измаила, который, ну, кстати говоря, находится всего в 30 километрах от румынской границы, а Румыния, как, в общем, хорошо известна, член НАТО. Так что тут ещё и в этот момент он как-то бросается в глаза. Всё. И в Польше начинается какая-то суета вокруг границы с белорусско-польской границы, и вот здесь рядом с румынской границей происходят удары по портовым сооружениям. В общем, ситуация такая, ну, тенденция такая не очень хорошая. Но вернёмся к этому, к этим ударам. Тут, как мне кажется, это продолжение и очередной момент в реализации российской стратегии, направленной на уничтожение портовых сооружений в Украине. С тем, чтобы блокада, ну, фактически морская блокада, которая была объявлена Путиным после выхода из сделки, из черноморской инициативы, чтобы она была подкреплена сугубо материальными соображениями и факторами, и обстоятельствами. Потому что если портовые сооружения, терминалы, всякого рода элеваторы и прочее разрушены, ну, тогда вообще какой будет зерновая сделка или её не будет, вопрос уже не имеет серьёзного значения. Но, в общем, эта стратегия является одним из составных моментов всей той ситуации, которая возникла с экспортом зерна из Украины. Ну, не только зерна, там есть ещё и соя, и подсолнечник, и некоторые другие культуры кукурузы. Так вот, выходя из сделки, из черноморской инициативы, Путин ставил перед собой, как я понимаю, два комплекса задач. Первая – вынудить Запад принять российские условия продолжения экспорта, но сохранения черноморской инициативы. И здесь нужно сказать, что Запад, в общем, если говорить в этих государственных структурах Запада, Европы и Соединённых Штатов, то, в общем, российские условия, которые были заложены в первой сделке, они были выполнены. Другой вопрос, но за исключением истории с экспортом аммиака. Был подорван, как известно, самый аммиакопровод. Так вот, а вот частные компании, которые должны были, собственно, реализовать все эти моменты, они отказывались работать с Россией. Но в Москве это воспринимали, естественно, как интригу и воспринимали как интригу правящих кругов Запада и, соответственно, требуют сатисфакции. Это первое. Второе – это прекращение пресечения экспорта продовольствия из Украины, но прежде всего для того, чтобы нанести очередной экономический ущерб этой стране. Вот, собственно, поэтому Путин вышел из сделки, или Кремль вышел из сделки. Но удар, который был нанесён им, пришёлся, ну, с одной стороны, по Украине, естественно, потому что там скопилось большое количество зерна, и это даёт, экспорт его даёт серьёзные доходы Украине. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было получено, ну, вот то это выходы за год было получено, порядка 10 миллиардов долларов, это немало, а для Украины, в общем, достаточно много. Так вот, удар пришёлся не по Западу. С одной стороны, казалось бы, Путин обращается к Западу, вот верните, пойдите на наши условия. Но удар пришёлся, во-первых, по Китаю. На Китай приходится порядка 13% того продовольствия, которое экспортирует Украина. Удар пришёлся на Турцию, 9% на Европу. Но в Европу, правда, идёт в основном соя, идёт кукуруза, ну, в общем, кормовые продукции. А пшеница идёт в Африку, в Африку и на Ближний Восток. Так вот, по этим странам и пришёлся основной удар, который нанесла Россия. Ближневосточным союзникам России, африканским союзникам России, в общем, приходится достаточно кисло. И кисло приходится не только потому, что не хватает зерна. Да, зерно есть на мировом рынке, но цены на него, естественно, подскочили. Они, правда, не достигли того максимума, который был в 1922 году, после начала войны. Но, в общем, растут. И, соответственно, когда африканцам приходится, а страны, естественно, крайне бедные, когда приходится покупать по более высоким ценам пшеницу, ну, значит, а денег нет, ну, откуда их гулять. Соответственно, возникает перспектива внутренней нестабильности бунтов и прочее, и прочее, что вообще характерно для африканских стран. Значит, я просто хотел чуть-чуть поправить, Юрий Евгеньевич, потому что он сказал про 30 километров от Измаила до Румынии. И слушатели нас совершенно правильно поправляют. Сколько? Да там просто она на другом берегу, буквально Дуная находится. Вот порт Измаила стоит на Дунае, а через речку, собственно, через Дуна, начинается румыния. Это не ошибка, значит. Да-да. Это значит, что еще хуже для Румынии. Да-да-да, все верно. Просто чтобы не возникало, что мы совсем как-то не следим за разговором. Ну, вообще, конечно, слушатели обманывают. Спасибо. Я приношу извинения. Да все отлично, Юрий Евгеньевич. В фотографии всегда были проблемы. Все страшно, Юрий Евгеньевич. Поэтому мы пользуемся картой. География не дворянская наука, как писал Классик. Ну, да. Вот. Ну, а что дальше? Дальше Россия попадает довольно... И Россия, кстати, и Украина попадают в довольно сложную ситуацию. Ну, Украина, понятно почему, разрушается инфраструктура и сокращаются доходы. Хотя какие-то палеотивы, в общем, были найдены. А именно через Хорватию есть договоренность о экспорте зерначкой с Хорватией. Какого-то количества не определено. Но и Россия оказалась в неприятной ситуации. Неприятной ситуации еще и потому, что в ответ на объявление там зоны в западной части Черного моря опасной для мореплавания. И там Россия взяла на себя, ну, присвоила себе право досмотра кораблей, в том числе под нейтральным флагом. Украина ответила зеркальным образом. И объявила определенные районы Черного моря в районе Новороссийска. И там этого Керченского канала, Керченского и Никельского канала. Тоже зоны опасной для мореплавания. И после этого продемонстрировала, СНН, там пригласила корреспондентов СНН, продемонстрировала, как у нее, какие хорошие у нее есть безэкипажные катера, которые могут без дозаправки покрывать расстояние 800 километров. Ну, то есть, в общем, получается такая вещь, что если танкер с российской или казахстанской нефтью выходит из Новороссийского порта, пусть он там идет под каким-то, я не знаю под каким флагом, но поскольку Украина объявила, что это зона опасная, с ним может случиться некие какие-то неприятности. Ну, соответственно, страховые платежи для экспорта российской и казахстанской нефти через Новороссийск резко возрастают, должны возрасти, пока еще вроде бы нет. Так что, это первое. Второе. Россия оказалась в сложном положении, потому что ближайшие друзья из Африки, и это было на саммите в Петербурге, просто поставили ультиматум, давайте, возобновляйте эту сделку. Нам, ну, смысл был такой, нам все равно, нам плевать, кому принадлежит Крым, кому принадлежит Донбасс, прекращайте войну и возобновляйте экспорт зерна. Для Путина это была большая неприятность, он оправдывался, говорил о том, что Запад виноват во всех этих бедах, которые сваливаются на африканские страны. Но, повторяю, там же прагматики приехали в Петербург и сказали, повторяю, нам все равно, нам зерно нужно, давайте зерно. Это же требование, как я понимаю, будет формулироваться на конференции в Саудовской Аравии, в Шире, которая начнется через два дня, по-моему, может быть, не, но где-то очень близко. Это конференция «Запад-Юг», где идея принадлежащая, я думаю, я не знаю, кому она принадлежит, то ли Саудовскому руководству, то ли Вашингтону, но, в общем, это уже вторая встреча, где пытаются найти какую-то общую позицию западного мира и глобального юга по поводу войны в Украине. Ну, Россию, известно, туда не пригласили, Украину пригласили. В Украине, правда, как я понимаю, довольно противоречивые есть оценки, вот если следить внимательно за тем, что говорят и пишут аналитики в Киеве, но, в общем-то, по-разному относятся к идее вот этой мирной конференции и участия в Украине, но это бог с ним, это уже внутренние дела Украины. Но там будет сформулировано, как я понимаю, достаточно жесткое требование к России возвращаться в зерновую сделку, и об этом же будут говорить Путин и Эрдоган, правда, непонятно где и когда. Эрдоган, значит, в Анкаре сказали, что Путин приедет в Турцию, в Кремле Песков Давидович сказал, что вообще-то это еще непонятно, кто куда приедет, но, в общем, да, говорить будут, но вот где, где не ясно. В общем, похоже, что Путин очень не хочется выезжать за пределы России, он побаивается, о чем побаивается, трудно сказать. Вот такая ситуация. Так что, похоже, что России придется все-таки вернуться в эту сделку на тех или иных условиях, но дело в том, что сделка заключается, договоренности будут заключаться между, как я понимаю, между Россией, Турцией и Украиной в каком-то формате. А условия, которые ставит Россия, они относятся к Соединенным Штатам, к Европе и так далее. Вот может ли Эрдоган брать на себя какие-то обязательства относительно того, как будут вести себя западные союзники Украины? У меня большие сомнения в этом отношении. Скорее всего, там будет просто сказано о том, что мы будем стремиться к тому, чтобы добиться удовлетворения российских требований. И потом Путин опять скажет, что его обманули. Да, как обычно, обещали одно, не дали ни черта. Ещё пару минут, позвольте, вернёмся к любимой теме вагнеровцев. Они вроде бы сначала объявили, что прекратили новый набор, прекратили, как это называется-то, вербовку, вербовку, совершенно верно, в России. А теперь выяснилось, что нет, через другие организации продолжают. Что, по-вашему, происходит вокруг ЧВК вагнер? Ну, первое объяснение заключается в том, что строгость законов в России всегда смягчается их невыполнением. Это было ещё... Необязательности, да. Но Салтыков Щедрин вроде бы заметил такую особенность российской политической мысли, политической практики. Но я думаю, что, в общем, вагнеровцев и эту группу, как её не называй, группу Вагнера, хотят сохранить для решения двух задач. Первая – это Африка. Африка становится очень важной для России, ну, это понятно. В Африке есть несколько стран с очень неустойчивой внутренней ситуацией, но в которых власть принадлежит вот этим военным режимам в очень дружественном России. Мали, Фуркина-Басо, там некоторые другие. Вот сейчас в Нигерии что-то такое происходит сильно турбулентное, но не совсем понятное. В общем, как сила, способная воздействовать на внутреннюю ситуацию в тех или иных африканских странах, Вагнер для Москвы, для Кремля очень может пригодиться. Это первое. Тем более, что вот в тех сообщениях, о которых мы с вами говорим, там сказано совершенно ясно, что при вербовке требуют заграничный паспорт. А заграничный паспорт, скажем, для Белоруссии вообще говоря не нужен. Там можно и по гражданскому паспорту, или вообще без паспорта вагнеровцы могут спокойно существовать. А вот для Африки он все-таки может пригодиться, должен пригодиться. Значит, вот как сила, воздействующая на африканскую ситуацию, да, Вагнер нужен Кремлю. Во-вторых, вагнер нужен Кремлю для воздействия на внутреннюю ситуацию в Белоруссии. Потому как, ну, неконтролируемая Лукашенко, но контролируемая в известной мере Кремлем сила, способная в случае чего устроить, ну, в общем, изменить, ну, скажем так, аккуратно и политкорректно изменить политическую ситуацию в стране. Если там будет несколько тысяч, сейчас говорят 3800, или там около 4000, а если там будет 10 тысяч вот этих наемников, ну, тут уже неприятно, кто будет управлять Белоруссией. То ли Александр Георгиевич Лукашенко, то ли Евгений Викторович Пригожин. Лукашенко, конечно, эту ситуацию не устраивает. Ему, как я понимаю, очень хочется отправить вагнерцев в Африку. Ну, посмотрим.